Здравствуйте! Вы на канале Можиловый сад. У нас сегодня похолодало. Вчера было 29 градусов, а сегодня 14. Покажу ту композицию, которую показывала в предыдущем видео. Все-таки я хосту убрала. Она здесь не подходит. И решила высадить здесь желтые нарциссы. Мои самые любимые, самые ранние. Здесь мне весной не хватало. Цветение первоцветов. И решила здесь высадить нарциссы. В следующем сезоне они отцветут. И потом буду думать дальше. Может быть что-то еще и другое здесь посажу. Но пока пускай это будут здесь нарциссы. Тем более нарциссы мне нужно уже рассаживать, пересаживать. И решила здесь часть небольшую посадить. Для можжевельников такая погода прекрасная. Еще бы пошел дождик. Вообще бы было хорошо. Они уже конечно устали в этом году от лета. Весь сентябрь у нас как будто лето. Еще хочу показать можжевельник лодери и можжевельник лежачий нано. Ну можжевельник лежачий нано в принципе и на солнышке. Неплохо рос и в тени растет неплохо. Но наверное в тени он немножко другого цвета. И растет в тени побыстрее. А вот можжевельник лодери в наших условиях точно нужно высаживать в тень. Я уже показывала как он у меня плохо рос на солнышке. Как он у меня обгорал на солнышке. Как он после зимы выглядел плохо. И очень плохо нарастал. И вот я его переместила в тень. В тени он выглядит прекрасно. За этот сезон он очень хорошо нарос. Относительно того, что весной я ему обгоревшую ветку срезала. Это остались две тоненькие веточки. Он очень сильно увеличился. Очень хорошо вырос. И выглядит прекрасно. И растет быстро в тени. Еще конечно посмотрю как он здесь перезимует. Как он после зимы будет выглядеть. Обгорит, не обгорит. И хотела еще показать бузину черную и тамарикс цветвистый. Посмотрите какие они выросли. У них сила роста впечатляет. Что у бузины черная, что у тамарикса. Вот бузина черная. Какая уже выросла большая. В этом году цвела. Очень мне нравится, как она здесь сочетается. Ее ажурные листья. Тимьян. Разрастается все больше и больше. Хочу, чтобы он здесь заполнял все пространство. А уже возле лилейников буду вырезать. И там еще какие-то другие растения, лилии, пионы. Буду просто подрезать. А так пускай все затягивает. Он даже зимой такой красивый. И на чай сорвать. И сорняки не будет пускать. И красота. Очень красиво сочетается такая темная листва. Со светло-зеленым. Орик светвистый. Вот такой вот уже большой, красивый. Я посмотрела, что он очень быстро растет. И поняла, что его нужно как-то формировать, как-то сдерживать. Потому что он просто такая скорость роста. Я не знаю даже растения, которые может с ним сравниться. Но бузина тоже быстро растет. Но бузина по размеру не такая, как может быть тамарикс. Вот. И решила, смотрела на картинках. И увидела, что тамарикс светвистый. И еще вот его ствол сплетает. И решила вот так вот переплести его ствол. Ну, пока просто так, как косичка сделала. Ну, а потом еще подумаю. Хотела еще поплотнее его затянуть. Но уже когда начала поплотнее делать, он начал хрустеть. Я побоялась, что я его сломаю. И решила, ну, думаю, хотя бы немного уже его сплести. Все внизу убрала, что было. И оставила вот такую вот верхушку ему пушистую. И, конечно же, его подвязала. У него еще вот эти вот стволики, они мягкие. Да, когда я переплела, они держатся. Но все равно он наклоняется. И я решила его еще подвязать. Пускай он еще годик, может быть, несколько еще побудет подвязанным. Ну, вообще, мне он очень нравится. Очень такой оригинальный, красивый, пушистый. Придаю такой легкости, необычности. В общем, такой тамарик светвистый. Я уже даже думаю, что, возможно, еще куда-нибудь высажу. Но уже, возможно, высажу так, чтобы его не сдерживать, а вырастить крупномером. Потому что я видела, что тамарик светвистый вырастает очень большими. Хотя мне говорили, что в нашей местности он большой не вырастет. Он будет обмерзать. Но вот не знаю, у меня за два сезона вот такой он уже со мной ростом. Растет он очень быстро. Надеюсь, в следующем году увижу его цветение. Еще он не цвел. Думала, в этом году зацветет, но в этом году он не зацвел. Надеюсь, что в следующем, возможно, уже зацветет. Ну, а бузина черная уже в этом году цвела. Тоже очень быстро нарастает. Очень мощная. Вон у нее уже стволы такие толстые, древесневшие. Вот эти вот веточки зеленые, а там уже древеснели. Ну, тоже не знаю. Кто-то говорит, что ее нужно срезать низко. Кто-то говорит, что не нужно ее низко срезать. Пока не решила. Пока ей даю воли, она растет как хочет. Единственное, что тоже ее подвязываю, потому что она раскладывает эти ветки широко. Мне так широко не надо, потому что здесь Blue Arrow и Тамарикс. Поэтому мне нужно, чтобы она тоже была пушистая, понятно, но держалась ровненько. Вот так. Ну, потихонечку здесь навожу порядки. Срезаю. Вот тут уже срезала пион, здесь еще не срезала. Ну, вот эту часть уже все срезала. Лиленники подрезала, пионы срезала, мяту срезала. Там еще ту часть нужно доделать. Уже все-таки дело к зиме идет, надо убирать, очищать. Ну, вот тут еще отлили остались. Ну, пока я их не срезала, они красиво зеленые, пускай. Ну, и вот эта часть здесь некрасивая. Я здесь досаживала мяту. Она разрастается, это сладкая мята. Уберу ее в другое место. Здесь у меня идет растение ко мне, еще не пришло. Потом уже расскажу, какое растение я решила высадить здесь. Ну, в общем, освобождаю здесь место. И буду высаживать здесь растение другое. Еще покажу лиленники, как выглядят. Это мои сеянцы. В прошлом году я собрала семена, высадила их в горшочек. Всю зиму они росли в горшочке. Этой весной я их высадила в открытый грунт. Но в этом году я их высадила уже в притененное такое местечко. Потому что до этого я их высаживала просто в огороде. И они плохо нарастали за сезон. Потому что там где-то было сухо, где-то было им слишком жарко. В общем, в этом году я их высадила в такое тенистое местечко. Плюс здесь все время влажно, все время хороший полив. И вот так вот за сезон они неплохо наросли. Получились уже вот такие вот. И скорее всего, я думаю, что в следующем году, возможно, даже могут и зацвести. Но это еще не точно. Чаще всего они на третий год зацветают. Уже большие достаточно растения. Думаю, что могут успеть и в следующем году еще зацвести. Плюс у нас теплая погода. Они еще вон красивые зеленые. А вот здесь сидит еще одно растение, которое я заказала на Wildberries. Это вангута. Совсем другие у нее листики. Совсем по-другому она должна цвести. И должен быть у нее большой куст. Вот так вот она наросла. Я ее несколько раз пересаживала. Потому что все никак не могла ей подобрать подходящее место. Но вот как она здесь выглядит, мне очень нравится. Хорошо сочетается с юбкой, нечетой. И вот так вот уже нарос кустик. Ну не знаю, в следующем году, возможно, еще не будет цвести. А может уже и будет. Потому что уже у нее вот есть одревесневшие веточки.